хабаровское дело привет из 90-х статья во взгляде за 13 июля 2020 года ирина алкснес дело хабаровского губернатора изначально рассматривалась большинством наблюдателей либо как часть продолжающихся чисток в российской элите либо даже как давление на лдпр и ее лидеров преддверии выборов в государственную думу в следующем году правда объяснение чего вдруг кремлю потребовалось наезжать на владимира вольфовича и его давным давно вписанную в российскую политическую систему партию выглядели не слишком убедительно затем внезапно возник новый вряд ли прогнозировавшийся фактор в регионе нашлись силы которые активно встали на защиту своего арестованного губернатора и ладно если бы тому вменялись уже привычные по иным случаям экономические и около экономические статьи но нет на этот раз речь идет о тяжких насильственных преступлениях убийствах и покушениях на убийство итог известен в хабаровске прошли организованные большие не очень большие несанкционированные митинги протеста это автоматически вывела на первый план тему взаимоотношений федерального центра и регионов особенно дальневосточных придав делу фургала совершенно новый ракурс однако у происходящего есть аспект который не попадает фокус внимания большинства аналитиков для его понимания стоит вернуться к началу и попытаться понять почему все-таки хабаровск и почему все-таки лдпр ведь помимо губернатора там под раздачу попали еще минимум два краевых депутата от той же партии арестованные по делу о мошенничестве не уж то и впрямь копают под жириновского представляется что все куда проще лдпр как федеральной политической силе ее лидеру ничего не угрожает однако возбужденные в хабаровском крае дела действительно служат выразительным посланием всем политическим силам страны но в первую очередь именно либеральным демократам за прошедшие годы забылось что постепенная чистка российской элиты государственного аппарата началась уже весьма давно в середине нулевых начинался процесс низовых звеньев и шел неторопливо и аккуратно тем не менее уже 10 лет назад был послан внятный сигнал всем парламентским партиям закрыть политический карьерный лифт в первую очередь в виде депутатства всех возможных уровней для бизнеса особенно такого чье происхождение и чистота вызывает вопросы не секрет что в тот период покупка депутатского мандата в определенных деловых кругах воспринял малость как необходимый элемент статуса но и полезная защита от внимания правоохранительных органов сработало это не сразу но сработало сейчас присутствие кадров из 90-х депутатском корпусе исполнительной власти сократилась радикально за исключением пожалуй представителей как раз лдпр где по сей день активно применяются политические практики 20 летней давности так что среди многих аспектов дело фургала а подобные дела никогда не бывают прямолинейно одноплановыми и явно и есть и этот откровенный намек рекомендации владимиру жириновскому пересмотреть свои методики подбора кадров как партийный список на будущих домских выборах так и в целом однако куда важнее иное хабаровские аресты и впрямь представляют собой очередной волну очищения рядов российской элиты было бы недооценкой ситуации рассматривать нынешние события исключительно с точки зрения накопившегося в регионе общественного недовольства или консолидации региональной элиты против федерального центра хотя именно эти версии сейчас наиболее часто звучат сама специфика нашей страны такова что у регионов и их элит есть инструменты благодаря которым они могут быть услышаны в столице история с протестным голосованием по поправкам конституции в ненецком автономном округе является свежейше свежайшим тому примером вот только хабаровская история про другое несмотря на внешние сходства заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку фургала являются не консолидированные хабаровские элиты а их часть причем очень специфическая та самая что родом из бизнеса святых 90-х та самая которую воплощает себе арестованный губернатор соответствующими биографиями и методами работы они защищают не региональные интересы а свои корпоративные поскольку у государства дошли до них руки таким образом если говорить максимально прямо бывшая малиново-пиджачная братва бросает публичный вызов федеральному центру прибегая к откровенно незаконным методам каковыми являются несанкционированные массовые мероприятия в россии 2020 года собственно это все что нужно для понимания прогнозирования чем закончится эта история для заказчиков и организаторов нынешних хабаровских событий и кстати подсказка не будет никаких радикальных и жестких мер поскольку в них нет никакой нужды в современной россии финансовые рычаги работают куда эффективнее силовых ирина алкснес хабаровское дело привет из девяностых